Гласные звуки Они способны образовывать слоги, то есть части слов На них именно падает ударение И они у нас напевные, то есть их можно петь Потому что не участвует никакая артикуляция в их произношении А, Е, Ё, И, О, У, Э, Ю, Я Ну это почти новые песни на нашей русской эстраде Ну а мы с вами сегодня более подробно будем говорить как про гласные звуки Кстати, чуть-чуть про них Напишем слово, например, корова Кто не знает это значение, срочно посмотрите в словарьер Корова Это самое типичное русское слово Что же такое слог? Это части слова Как вы видите, в каждом слоге есть по одному гласному звуку Корова Ударение падает тоже на гласный Вот для чего существуют гласные звуки Для того, чтобы помогать согласным образовывать целые слова в русском языке Кстати, есть другие языки, типа чешского, типа слова прага Да, это нетипично для русского языка Не должны два согласных стоять рядом То есть они обычно меняются Гласный, согласный, гласный, согласный Ну что же, а именно теперь, если они меняются, говорим про согласные Продолжаем Так, ну а мы продолжаем говорить про согласные звуки И у нас с вами, как вы видите, уже ситуация на доске изменилась И будем говорить сначала про парные звуки, согласные И готовьтесь произносить, потому что это нужно все отрабатывать Итак, пары Повторим Обратите внимание, что это звуки То есть я их произношу очень быстро, емко, кратко Не как, например, Ж, Ш, С и так далее Давайте еще раз с вами повторим И даже как скороговорки попробуем произнести Вместе со мной Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, С, Ж, Ш Теперь быстрее Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, З, С, Ж, Ш Ну, я надеюсь, у вас со временем получится, тренируетесь Ну что же, это были парные звуки То есть у них у всех есть звонкие, все, что было сверху И глухие, все, что у нас с вами внизу А мы продолжаем говорить про непарные И которые, к сожалению, остались одни Это звонкие звуки Называются они еще в русском языке сонорные Ну, такое название можно не запоминать, оно довольно сложное Итак, Л, М, Н, Р, Й Еще раз Л, М, Н, Р, Й И еще раз Л, М, Н, Р, Й И что же И в конце, конечно же, глухие непарные звуки Тоже произнесем их Х, Ц, Ч, Щ Слышите, да, что звук сразу уходит вниз Глухость образует Х, Ц, Ч, Щ Давайте попробуем с вами быстренько произнести И, кстати, обращу внимание на то, что Щ Это долгий Ш Вот еще есть такой звук, когда-нибудь увидите То не пугайтесь Это вполне нормально Ну что же, а мы с вами хотели Я хотела с вами еще поговорить о примерах Которые можно провести Немножечко вставу поудобнее Итак, Щетка Щ Вот он звук, да Давайте какая-нибудь линейка Кстати, обратите внимание на то, что здесь целых два сонорных Л, Н Даже три, Й, да Сразу не увидели Ну и какой-нибудь БОБ Соответственно, Б, Б Но он произносится как П БОБ То есть вот они у нас с вами глухие и звонкие Ну что же, это мы с вами поговорили про звонкие и глухие звуки Есть еще деление на твердые и мягкие Но об этом далее Ну что же Тема согласные звуки очень объемная И поэтому сегодня мы продолжаем говорить про нее А именно про твердые и мягкие звуки Здесь тоже есть парные и непарные звуки То есть те, которые употребляются вдвоем Те, которые употребляются по одиночке Начнем, конечно же, с парных Их много, в отличие от звонких, глухих Потому что все согласные звуки делятся либо на мягкие, либо на твердые Будем учиться произносить Повторяйте за мной Чувствуйте мягкость Вот этот знак называется апостров И именно он приносит мягкий звук Еще раз Про твердый знак и про мягкий знак, про который говорили ранее Для чего они служат в русском языке Я еще раз напомню То, что они никак не произносятся в слове Они служат именно для обозначения твердости Подъезд Обратите Подъезд Не поди, а подд И рубль Рубль Давайте произнесем с вами попробую Рубль Или обратите День Еще один мягкий знак День Итак, если еще раз увидите в следующий раз твердый и мягкий знак Знайте, что твердый обозначает твердость Подъезд Мягкость обозначает мягкий знак Рубль Повторяйте чаще У вас будет со временем получаться это точно Итак, продолжаем по звукам З З К К Л Л М М М Еще раз М М М Н Н Н Н Н Н П П П Звук прям взрывной П П П Итак, продолжаем Р Как раз Р Рубль И Р Река С С Еще раз С С Т Торт Еще раз Т Давайте вместе слово Торт Еще раз Т Торт Т Ф Ф Ф Ф Ф Ф Х Х Х Халва Сладость, да? Велико пробовали И Х Х Итак, это были парные звуки Напоминаю, и мы также поговорили про два звука, которые не имеют как такового произношения в русском языке, а именно твердый знак и мягкий знак Ну, конечно же, куда без непарных звуков, и именно только твердые Ж, Ш, Ц И только мягкий, Ч, Щ, Й Или по-другому еще бывает такое звучание, Й Если такую звуку видите, тоже не пугайтесь, это вполне нормальное произношение, написание звука Кстати, обратите внимание на то, что звука Щ как такового в русском языке нет Это мы, я написала для того, чтобы чуть-чуть упростить вам задачу изучения Есть вот такой звук Ш, долгий, вот эта палочка обозначает долготу И мягкий, апострофа обозначает мягкость Поэтому, когда в следующий раз увидите слово Щетка Запомните, что у нее именно Ш будет вот так писаться, если мы будем с вами писать транскрипцию Транскрипция – это произношение любого слова по звукам Ну что же, итак, мы с вами подытожим то, что у нас есть Есть твердые звуки, есть мягкие звуки Есть, конечно же, парные и непарные Так же, как есть звонкие и глухие, тоже парные и непарные Произносите их чаще Со временем пытайтесь произносить слова, да, которые здесь у нас с вами написаны Для того, чтобы отрабатывать их И тогда все получится А я напоминаю, что с вами на связи была Анна Мажарова Преподаватель русского языка, как иностранного И это канал Инглайф ТВ Увидимся с вами в следующих видео Подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok